Новые правила для малого и среднего бизнеса обсуждали сегодня на заседании Госсовета. Создание комфортного делового климата – приоритетная задача для государства. И президент говорил сегодня о налоговых каникулах и людях, которые будут персонально отвечать за решение проблем малого и среднего бизнеса. О том, как соблюсти интересы предпринимателей и государства, создать новые рабочие места и легко начинать свой бизнес, в репортаже Александры Черепниной. Сейчас в России примерно 6 миллионов малых и средних предприятий. Их совокупная доля ВВП около 20%. Для сравнения, аналогичный показатель в европейских странах больше 70-80%. То есть российскому бизнесу в этом смысле есть куда расти. Как помочь ему развиваться быстрее, сегодня обсуждали на высшем уровне. Этот сектор в перспективе должен стать двигателем всей экономики. Сейчас темпы роста малого и среднего бизнеса оставляют желать лучшего. И ситуацию нужно менять. Чтобы правила и законы были стабильными и понятными. Чтобы обеспечивалась честная и открытая конкуренция. И никто не мешал работать, не лез с крышеванием, не вымогал взяток, поборов, не предлагал так называемые навязанные услуги. Цифры, к которым нужно стремиться. 50% от ВВП. То есть доля малых и средних предприятий должна увеличиться в 2,5 раза. И ключевую роль здесь должны сыграть регионы. Я прошу руководителей субъектов федерации со всей ответственностью подойти к решению этой задачи. Настроить свои команды на результативную работу. Не отмахиваться от этого, как от чего-то второстепенного. Вы лучше знаете, что следует сделать для создания на своей территории более комфортного делового климата. Нужно честно, без ссылок на объективные трудности, проанализировать положение дел в каждом регионе. И не для отчета, а для дела, для страны и для людей устранить все препятствия, которые мешают работать бизнесу. Должны быть назначены конкретные люди, персонально отвечающие за решение этой проблемы. Налоговые каникулы – тоже шаг навстречу малому бизнесу. Предложения разрабатывали вместе с предпринимателями, проводили интерактивный опрос. Идею сегодня озвучил президент, руководитель рабочей группы, губернатор Тульской области Владимир Груздев. Каникулы предлагается вести только для новичков и только на два года, пока бизнес развивается. Президент попросил прежде проработать вопрос детально, чтобы новыми возможностями не смогли воспользоваться недобросовестные предприниматели. Конечно, есть риск. Кто-то пойдет перерегистрируется. Но на самом деле мы дадим определенный толчок. Есть тема, ее нужно просто проработать, обсудить. Вот надо это проработать, понимаете, потому что это же не потому, что у нас любят жульничать. Нет, дело совершенно не в этом. Но если закон дает такую возможность, почему же ей не воспользоваться? Для предпринимателя же, кроме всего прочего, очень важна еще прибыль предприятия, которое он создает. Поэтому, ну, сегодня создал на себя, завтра на вас, послезавтра на тещу, еще через два года на Шурина. Вот и все. Но на нас нельзя... Вопрос ведь в чем? В том, что юридическая техника у нас должна быть отточенной. Это правда. Да, должны быть соблюдены и интересы государства, и интересы граждан, в том числе предпринимателей в данном случае. Компромисс нужно найти в вопросе неналоговых платежей. В сложившихся условиях они могут стать для многих фирм неподъемными. Есть еще у нас достаточно большая масса неналоговых платежей, которые относятся к отходам, очистке воды, сертификатам и так далее. Это достаточно серьезная нагрузка на бизнес. Особенно для малого бизнеса она очень даже ощутима. И было бы очень неплохо, чтобы мы хотя бы здесь мораторий какой-то ввели, чтобы хотя бы не расширяли и не повышали вот эти вот платы. Кризис всегда еще и время возможностей. По сути, он отсеивает неэффективные производства и дает шанс оригинальным предпринимательским идеям. Однако открыть свой бизнес сейчас решаются немногие. И дело даже не в изменившемся курсе валюты и подорожавших кредитах. Люди должны быть уверены прежде всего в законодательных правилах игры. Президент сегодня напомнил, что действующие налоговые условия зафиксированы на 4 года. Но из-за введения кадастровой стоимости недвижимости и имущества появились новые платежи. Знаете, есть такое общее правило. Закон обратной силы не имеет. Мы ввели новую систему оценки и распространили ее на все ранее заключенные бизнесом договоры об аренде. Вот мы с нашими коллегами в Европе часто спорим по поводу так называемого третьего энергопакета. И считаем, и говорим об этом публично, что это абсолютно не цивилизованный способ введения совместных дел. Когда принимаются какие-то решения, а потом распространяются задним числом на прежние контракты и договоры. Но внутри страны мы сделали то же самое сейчас. Ведь бизнес считает свои расходы, исходя из той ситуации, в которой контракты заключаются. Или, скажем, договоры о аренде. А потом ему бух, и все надо пересчитывать в сторону повышения расходов. Но давайте внимательно еще раз на это посмотрим. Прошу вас подходить к этому, исходя из экономической целесообразности. Малый и средний бизнес – это еще и новые рабочие места. Если сектор будет развиваться, то уже через те же пять лет занятость здесь составит 35-40 миллионов человек. При этом поддержка государства должна быть многоплановой. От субсидий до законодательных инициатив. Нужно предметно заниматься и такими проблемами, как привлечение инвестиций и кредитов, обеспечение доступа к заказам госкомпании. Начинать свой бизнес должно быть легко, а рисковать и ошибаться не страшно. Не нужно будет тратить время и силы на сбор справок, достаточно купить патенты и приступить к работе. Предложение о патентах обсуждается давно. Купив его, человек автоматически регистрирует фирму. По сути, это значит, что сотни тысяч предпринимателей, которые работают и сейчас, но просто не платят налогов, смогут выйти из тени. Предложение госсовета есть. Это так называемые самозанятые, которые вообще не должны иметь никакой системы регистрации, а просто по предъявлению паспорта купить патент. Причем или на месяц, или на год, все равно. Купил патент и можешь спокойно работать. При этом единственное условие – не имеешь права нанимать людей. Некоторые из выступающих сегодня подчеркивали, об интересах малого и среднего бизнеса нужно помнить, когда принимаются законодательные инициативы напрямую, казалось бы, к делу, не относящиеся, чтобы не получилось, как в ситуации с электричками. Их отменили на некоторых направлениях, и у людей появились серьезные проблемы. Если взять наши дачи и огороды, это почти 40 миллионов. Почему нам не поддержать? Вместо поддержки закрывают 600 электричек. Слава Богу, президент собрал и сказал, вы что, дурели? Почему вы не принимаете решение? Но еще не выполнили это указание. А каким образом сейчас будут сажать, когда не в состоянии добраться до своей дачи? Далеко не у всех тех, кто живет на 15 тысяч, есть машина. Давайте повсеместно создадим сельхозрынки, откроем для своих производителей, и вы увидите результат, результат будет исключительно высокий. Своё дело – это не только знание, но и умение рисковать, просчитывая разные варианты. И сегодня звучали предложения, так называемую предпринимательскую жилку воспитывать с детства. Возможно, создать специальную образовательную программу. Но начать надо с того, чтобы дать людям понять, рынок работает по законам конкуренции. Время, когда вести любой бизнес было опасно, ушло. Сейчас идет фильм «Однажды в Ростове». Я бы хотел, чтобы все посмотрели события в Новочеркасске 62-го года. Вот правду сказали через 40 лет. Так и про малый бизнес, наверное, правду скажут попозже. Мы расстреляли весь малый бизнес. Только в 64-м году было расстреляно 3 тысячи человек. Они занимались малым бизнесом. И за все годы советской власти миллионы. При Ельцине 100 тысяч расстреляли во дворах. Разборки. Он заработал деньги, идет домой, его убивают у подъезда. Поэтому страх. У этого страх есть, надо его поломать. Новые сегодня прозвучавшие инициативы президент попросил оформить в отдельное поручение, чтобы малый и средний бизнес использовал все возможности для развития. Если этот сектор будет расти высокими темпами, то никакие санкции нашей экономике будут не страшны. Александра Черепнина, Марина Елисеева, Кирилл Зотов, Ольга Меркулова, Первый канал.